Вы смотрите отзыв об отеле Socos Hotel Flamingo, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Kari, который был в нем в 2014 году. Были дважды в этом отеле, в 2008 и в 2014 годах. Оба раза ездили с детьми, совмещая познавательный отдых с развлекательным. В этот раз откатывали финскую легко доступную визу и запланировали в первой половине дня Эврику, а во второй – расслабом в аквапарке. Эврика в который раз прошла на ура. Как всегда, сына с велосипеда на канате под потолком было не согнать. Да и остальные опыты тоже популярны среди детей. В планетарии смотрели фильм «Клетка». Ребенок наш вышел под сильным впечатлением от увиденного. До этого смотрели «Космос». Все ясно и понятно. Планеты и ты между ними летишь, астероиды и всякое такое. А тут какая-то клетка. Фильм сделан потрясающе. Ты находишься внутри клетки, показана ее структура и ее жизнь. Дальше – больше. Показано деление клетки на примере зачатия ребенка и его развития. Мы с мужем, мягко говоря, волновались, предвидя вопросы нашего девятилетнего сына. Это клетки твоего отца, их очень много, они спешат оплодотворить яйцеклетку твоей матери, говорит учитель-ученица. При этом зритель, там внутри и двигается тем же путем. Ребенок спрашивает меня, это сперма? Пришлось выдавить из себя, да. До конца фильма он молчал и потом молчал всю дорогу до отеля. Зря мы надеялись, что это надолго. Он просто копил вопросы. Также подробно показано и рассказано о роли ДНК, о наследственности, цвете волос, глаз, сходстве. Русский перевод фильма – очень хороший, в разговорном стиле и абсолютно адаптирован для детей. Ограничений по возрасту нет. В общем, топ. Родители, я рекомендую этот фильм просмотру и вам, и вашим детям. Теперь, собственно, об отеле Фламинго и Аспа-комплексе. Отель удобен тем, что расположен в комплексе с аквапарком и торговым центром Джамбоу, для любителей шиппинга. Номер бронировала на сайте Сокоса. Там предлагается несколько вариантов размещения, мы выбрали с пакетом Аквапарк. Получается немного дешевле, чем брать отдельно билеты в аквапарк. Но отель небюджетный сам по себе, поэтому получилось недешево. При бронировании указала, что нас будет два взрослые бенок, которые будут спать с нами, кровати мамы Негорюй, и попросила третий комплект одела одушка. Все было исполнено. При заселении нам вручили браслеты в аквапарк. Объяснив, что все, что мы там наедим и напьем, будет просто зачислено на счет оплаты номера и оплатить можно будет при выселении. Очень удобно. Аквапарк Фламинго относительно новый, 2008 год постройки, и небольшой. Что самое главное, он теплый. Поскольку в этот раз мы были в будний день, мы насладились очень малым количеством народа, в основном наши соотечественники с детьми в школьные каникулы. После 18-ти, 00 стали потягиваться финны с детишками и без. Наплавались мы в удовольствие. Номер нам достался на 9 этажа. Откуда неплохой вид на промышленную ванту, расположенную за третьим кольцом, кх-ай-ай-ай. Утром нам нужно было торопиться обратно, поэтому плотно позавтракав, мы стартовали в сторону границы. Кстати, о границе. В полной мере я оценила путешествие в будний день. Обе границы за 15 минут в обоих направлениях, это просто сказка. Финны полностью достроили терминалы электронной очереди в Торфиновке, так что скоро уже запустят систему бронирования. Вот такая вот прогулка у нас получилась. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин